так поехали эпилог ждет нас альтернативный но я там еще покопался в триггерах 10 главы и написано что если у нас больше 15 совершенных плохих действий то есть все задания надо выполнять в плохую сторону то нам откроется альтернативный эпилог ну ладно любом случае новости падение гримботова следовательно орды скоро разнеслись по земным альянса все решили что наконец настало время мира но они ошиблись вскоре после коронации давала престора начались волнения по поводу того что кому же следует отдать в освобождение земли казмодана каждый член альянса имел свои планы на этот счет и пытались убедить остальных своей правоте и утвердили о многочисленных падениях во время войны эльфа бутеринных артефактах древности дать дворфы не хотели сидеть сложа руки когда стало ясно что проблему не решить дипломатии ордерон развязал войну с эльфийским королевством кельталас уже в первом столкновении погибли тысячи воинов в их числе была вереса ветра крыло защищавшая свой родной дом 4 слили после для ордерон повел войска на юг сторону казмодана верховный совет дала рана кириндор в отчаянии искал способ предотвратить катастрофу что случилось магистром красом он сам не свой степень тех пор как вернулся из гримботова кто-нибудь знает как привести его в порядок боюсь нам придется обойтись без него он и так или иначе не станет помогать нам лекари говорят что он повредился рассудком все время бормочет о черной смерти и потеря смысла жизни что-то здесь не так возможно заговор бьюсь обзакошит в этом замешан престор возможно но нам с этим ничего не поделать из-за всего этого бедлама никого не допускают королю его стюард говорили что слишком высок риск покушения на убийство его влияние уже слишком сильно должно быть мы что-то пропустили удивительно что престор до сих пор не натроил на нас короля треноса отвлекающий маневр так или иначе нужно быть осторожным думаю стоит сменить наше место встречи не могу не согласиться поддерживаю я соглашусь и так все согласны значит мы должны залечь на дно и ждать подходящего момента для действий используйте хрустальные шары для связи друг с другом и правда трена смотрите так и не атаковал доллара он направил все свои силы на дворфов потери были огромными но это был не конец войны вон пришло чуть более двух лет прошло чуть более двух лет после битвы при грим батоле и возрос новыми силами явился смертокрыл первыми его жертвами стали долларанцы которых казалось даже меньше чем драконов следующими оставшиеся в живых высшие эльфы всего за несколько недель смертокрыл буквально очистил восточные королевства от смертных рас план чернейшего осуществился никто не мог остановить его душа демона была надежно укрыта черные драконы благополучно размножались и в его новом царстве образуя несметную армию готовы поглотить весь мир день дракона был близок как никогда черная стала я прокатилась по миру волной смерти оставляя за собой опустошенную землю ну вот все как то так но видимо мы какую-то суть все-таки успускаем из того что было до этого эпилога возможно выборе там возможно в финальной битве что-то было какая-то стычка ронин там не выжил ронин куда делся вообще вопрос душа дракона где вот тут не душа демона до душа демона где это все непонятно возможно именно поиграв можно узнать полную суть того что происходило наверное но в любом случае кампания очень хорошая мне понравилось в очередной раз я в этот раз оказался даже доволен это прям на то что нужно было после постоянных милишек проклятие от тревшихся рассветель в крови нужным был какой-то расслабонщик загадками немного экшона ну что было прикольно должен сказать день дракона немного скучновато особенно в плане самой последней битвы и очень интересная задумка с пошаговым боем но очень очень скучно и лучше было чтобы было там как-то динамичней не знаю допустим смертокрыл слишком жирная в то же время он вообще не наносит никакого урона другим аспектом вообще практически нулевой урон его можно без хилов без предметов победить спокойно атаковать атаковать добить уничтожить ну и сами по себе аспекты тоже очень жирная особенно малегас если бы он мог он вообще потанковал наверно весь урон на это есть у нас нас дорому который менее жирный так что я могу сказать что 10 из 10 постарались сделали ну и перевод как всегда тоже хороший за что спасибо кирлянде в очередной раз будем ждать от него еще переводов каких-нибудь как-то так наверно я завершаю прохождение дня дракона на этом не буду я перепроходить всю кампанию заново ну может быть так для себя пройду чтобы узнать сюжет может действительно какие-то были сюжетные развязки там что вылилось в то что у нас в конце было я так понимаю ронин все равно был в конце ведь по сути душа демона у него оказалось вот ну в общем то как то так обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк комментируйте добавляйте видео избранное также делитесь и мы ждите прохождение других кампаний для третьего варкрафта да не только на моем канале много контента есть если вы еще не смотрели можете пролистать больше двухсот плейлистов двухсотен плейлистов смотрите и старые проходники компаний тоже очень много в общем ребят это возможно даже выложено на новый год кто знает или в конце этого года поэтому с прошедшим 2015 я из прошлого я из 10 какой сегодня октября какой октября сегодня сегодня 10 октября я из прошлого я живу в десятом октябре ребят помните что все плохо и возможно да будет даже хуже ну ладно короче это сообщение из прошлого если что с новым годом ладно короче всем пока ну и ждите новеньких видосиков и и и и и и и